всем привет дорогие друзья меня зовут вера это мой канал о вязании а за леонидин сегодня хочу показать вам как связать шарф такой яркий английской резинкой шарф дополнен четырьмя помпонами которые очень украшают готовые изделия придают завершенный оформленный вид также я покажу как набрать петли для английской резинки и как закрыть петли чтобы края не были стянутыми что очень важно для вязания английской английской резинки длина шарфа получилось 2 метра недавно я закончила вязать шапку английской резинкой на эту шапку у меня уже есть мастер-класс на моем канале ссылка будет под этим видео и у меня осталось вот столько пряжи почти два полных матка которые я решила пустить на шарф это американская пряжа red hard super saver jumbo stripes 283 грамма 440 метров и сейчас я покажу как набрать петли сейчас я покажу эластичный набор петель который хорошо подойдет для английской резинки и так на указательный палец кладем такой короткий хвостик потому что он не участвует в наборе петель делаем скользящую петлю вставляем в нее спицу теперь начинаем сам набор петель вставляю правую спицу в эту петлю и дальше как будто бы собираюсь вязать лицевую петлю хвостик тут мешается то есть делаю накид и провязываю лицевую петлю но первую петлю я со спицы не снимаю вместо этого вытягиваю побольше петлю и одеваю ее на левую спицу рядом с первой петлей это будет 2 петля а дальше повторяю ввожу в петлю спицу делаю накид вытягиваю петлю и одеваю ее на левую спицу таким образом я буду набирать 36 петель главное вытягивать подлиннее нить чтобы она свободно одевалась на спицу и также чтобы свободно можно было ввести в нее спицу чтобы набрать следующую петлю я набрала 24 петли но вы наберите 36 первую петлю не снимаем а провязываем лицевой петлей вторую петлю также провязываем лицевой а дальше смотрите делаем накид и снимаем вместе с накидом петлю дальше лицевая делаем накид и снимаем с накидом петлю одна лицевая снимаем с накидом 1 лицевая снимаем с накидом повторяем так до конца ряда заканчиваем ряд снимаем петлю с накидом а кромочная изнаночной провязывается все первый ряд готов вот он так выглядит будем вязать второй ряд первую петлю здесь и в последующих рядах будем уже снимать двойную петлю будем вязать лицевой а следующую петлю одинарную будем снимать вместе с накидом двойная петля лицевая снимаем с накидом лицевая снимаем с накидом и повторяем это до конца ряда заканчиваем ряд сняли с накидом и кромочную будем вязать изнаночной все теперь будем просто повторять этот ряд каждый каждый последующий ряд вязать одинаково до нужной длины шарфа у меня это 2 метра снимаем кромочную петлю двойная петля будем вязать ее лицевой дальше одинарная снимаем с накидом двойную вяжем лицевой одинарную снимаем с накидом все последняя петля у нас снята с накидом и кромочная изнаночная дальше без изменений точно также вот такой кусочек я уже связала вот можно увидеть как будет выглядеть английская резинка в готовом изделии и сейчас я уже покажу как закрывать петли прошло три дня я связала два метра шарфа вязала по несколько часов довольно плотно только этим шарфом занималась и сейчас уже будем закрывать петли к сожалению тут на черной секции закончилась но все равно должно быть хорошо видно первую петлю снимаем кромочную дальше двойная петля у нас делаем накид на правую спицу но не как обычно от себя а к себе и провязываем лицевую петлю и одеваем сверху сначала накид а потом кромочную петлю дальше нас одинарная петля изнаночная делаем накид как обычно от себя и провязываем эту петлю изнаночной одеваем сначала накид и потом предыдущую петлю всегда у нас одна петля остается на правой спице дальше повторяем все точно так же до конца ряда перед двойную лицевую будем делать накид к себе провязываем лицевую петлю одеваем сверху сначала накид потом предыдущую петлю дальше делаем накид от себя вяжем изнаночную опять одеваем сверху сначала накид потом предыдущую петлю повторяем дальше накид к себе лицевая одеваем накид предыдущую петлю вот такой получается край уже видно накид от себя изнаночная петля накид к себе надеваем сверху сначала накид потом предыдущую петлю накид к себе лицевая петля повторяем до конца ряда все осталось одна петля перед ней мы уже накид не делаем просто провязываем изнаночной надеваем сверху предыдущую петлю все теперь можно затянуть нить и обрезать шарф закончен и останется только сделать помпоны нить обрезана вот так если мы совместим закрытие петель и наборный ряд то получается что оба края эластичные и совпадают по длине потому что знаете бывает край один растянутый другой плотный слишком а так вполне все очень аккуратно выглядит и теперь я покажу как сделать помпоны для изготовления помпонов я буду использовать специальное устройство открываем с одной стороны наматываем пряжу я здесь ускорилась чтобы побыстрее все показать не затягивать но так наматываем наматываем довольно много чтобы помпон был плотный пышный объемный все намотали вот так закрываем обрезаем теперь то же самое повторяем с другой стороны точно также наматываем пряжу снова ускоримся намотали красиво получилось здесь розовый цвет а с другой стороны фиолетовый закрываем и теперь берем острые ножницы большие и прям посередине делаем разрез все ниточки должны быть разрезаны все все разрезали берем еще одну коротенькую нить и вставляем прямо в серединку ее между двумя этими пластинами так одна была не разрезана все вставляем и плотно туго нужно завязать то есть чтобы сам в самой серединке узел был и завязываем несколько раз несколько узлов сам с одной стороны с другой можно затягиваем чтобы ничего не развязалась и теперь просто снимаем это устройство и разъединяем обе половинки довольно удобная вещь все помпон готов теперь нужно подровнять нити которые выбиваются из общей массы ну так ножницами все подрезать чтобы было аккуратно посмотрите какая красота я сделал еще три помпончик и вот такие вот цветные кучки обрезков получились ну и все теперь я уже прикрепила помпоны к шарфу и и вот показываем готовое изделие помпоны очень здорово украсили шарф я очень довольна как все получилось и английская резинка красиво смотрится эти яркие полосы просто вообще праздничный вид придают ну и помпоны длина у меня 2 метра расход сейчас напишу сколько на экране и как это готово на манекене выглядит так же прикреплю фотографию ну а на этом я заканчиваю свое видео надеюсь вам оно было полезно понравилось ставьте лайк и до встречи в моих следующих видео роликах всем пока пока